Привет-привет! Меня зовут Мустафина Ирина. И сегодня мне хочется поговорить с вами о том, что для вас настало время возможностей, как их распознать в своей жизни, а также посмотрим с помощью карт Таро, какие возможности несет Вселенная для вашего именно знака Зодиака. Итак, возможности есть всюду. Как только вы станете придерживаться этого убеждения, то вы будете просто потрясены, что возможности действительно существуют и в самых необычных местах, и при том в изобилии. Возможности также не похожи на прекрасный конечный результат, как и бриллиант не похож на свое стартое состояние алмаз. Возможности редко объявляют о себе неоновыми вывесками с мигающими надписями «Я – возможность», «Я здесь», «Воспользуйся мной скорей». Было бы очень здорово, если бы все было именно устроено так. Но гораздо более вероятно, что возможности замаскированы и выглядят проблемами, трудностями или событиями, которые представляются несущественными, либо не имеющими отношения ни к чему хорошему. Возможности существуют в самых неожиданных местах. Мы не видим их, потому что не готовы распознать. А на что вы соглашаетесь в своей жизни? Что вам рассказываете? Чему вы верите? Если вы убеждены, будто никаких возможностей нет или их осталось очень немного, то есть вероятность, что вы не сумеете найти ни единой. Но если вы твердо верите, что время, в которое мы живем, полно возможностей, то будете внимательно смотреть и искать, пока не найдете их. Во все времена были люди, которые оплакивали упущенные возможности. Известно немало тех, кто сотни лет утверждал, что будто все возможности хорошие навсегда ушли. Это, конечно, звучит комично, но похоже, каждое поколение ощущает, словно все хорошие возможности уже прошли. Вы можете выйти из этой армии потерянных людей. Каждый раз, когда вы обнаруживаете себя размышляющим о том, что не видно никаких возможностей, напомните себе о следующем бесспорном факте. Имеются такие люди, которые в один прекрасный день зарабатывают большие состояния. Есть люди, которые взойдут на самую вершину в той самой сфере, в которой теперь работаете вы. Эти бесстрашные личности организуют новый бизнес там, где никто и не думал о подобной возможности. И этот процесс никогда не прекратится. Всегда найдутся такие мужчины и женщины, которых воспитывают лидерами и победителями в бизнесе, спорте, искусстве. И если они это могут сделать, то что служит для вас оправданием вашей бездеятельности? Разве вы не вышли на старт жизни? Подумайте об этом. Впереди у вас огромная жизнь. Вы сами решаете, как ее прожить. А мы переходим к подсказкам дорог и посмотрим, какие возможности предлагает вам Вселенная для прорыва ваших желаний и стремлений, чтобы вы не пропустили этот момент. Итак, Овны. Король мечей. Возможность скрыта в том, что вам не хватает каких-то знаний и навыков. И для того, чтобы осуществить то желание, к которому вы сейчас стремитесь, или решить тот вопрос, который вас мучает какой-то период времени, вам необходим профессионал. Есть люди, которые уже либо прошли этот путь, который вы только планируете, либо уже умеют решать данные вопросы. И для них не проблема оказать вам эту консультационную поддержку для того, чтобы вы совершили прорыв в своей жизни. Поэтому, Овны, для вас перспектива в профессионалах. Ищите их вокруг себя. Не бойтесь обращаться за помощью. Это, кстати, не всегда стоит денег. Люди, которые достигли определенного успеха, с удовольствием поделятся с вами своими наработками и расскажут тот путь, который прошли они сами. А ваша задача – внимательно открыть ушки и слушать. И вы увидите, как возможность ворвется в вашу жизнь. Итак, тельцы. Сейчас ваша подсказка. Семерка чаш. Семерка чаш говорит о том, что, скорее всего, на данный период времени у вас очень много желаний. Вы хотите и это, и это, и это. Вы решаете много вопросов, у вас много дел. Но карта вам говорит, ваша возможность скрыта в том, чтобы не распыляться, чтобы сконцентрироваться на одной, но максимум двух мечтах и построить стратегический план достижения этого. Если вы сосредоточитесь на чем-то конкретном и дадите себе обещание, что вы это сделаете и достигнете, то тогда вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы не только это желание, но и те, о которых вы еще мечтаете, сбылись. Но прежде всего сфокусируйтесь на чем-то одном. И тогда это будет более грамотно и полноценно в вашей жизни, потому что распыляясь, мы не можем осуществить все сразу. Мы берем на себя слишком много, и мы быстрее устаем, расходуя свою энергию попросту. Когда мы концентрируемся на чем-то одном, это заставляет сфокусироваться не только наши мысли и наши действия, но и мы создаем такое намерение для Вселенной, которое понимает, что именно этот вопрос или именно эта ситуация, именно это желание для вас сейчас в приоритете, и вам обязательно помогут. А мы переходим к Близнецам. Близнецы, ваша подсказочка. Королева мечей. Королева мечей говорит о том, что ваша возможность лежит в холодном расчете и рассудке. Вам не нужно эмоционировать, если что-то не получается, не нужно торопить события, вам нужно логически продумать весь план достижения желаемого. И иметь возможность в виде четкого решения, четкого плана. Потому что если вы начинаете эмоционировать, если вы не знаете, куда податься и к чему приступить, то вы не можете сфокусироваться на этой задаче. Поэтому отключайте на ближайший период ваши эмоции, подключайте здравый смысл, холодный рассудок, и тогда вы четко будете понимать, куда вы идете и как достичь того, что вы себе запланировали. Воспользуйтесь разумом в ближайшее время, и вам придет та возможность, которую вы так долго искали. А мы переходим к Ракам. Раки. Ваша карта. Пятерка Пентакли. Пятерка Пентакли говорит о том, что возможности уже совсем рядом. Но вы могли просто не там ловить рыбу, как говорится. Смотрите, здесь мужчина поймал клад, и он не фокусировался на том, что ему не хватает. Он просто продолжал монотонно под реке своим сачком там или что это, с селками, ловить. Он не остановился. Так вот, ваша возможность, говорит вам, сейчас не время останавливаться. Подумай, что у тебя есть, какие инструменты для решения твоего вопроса или для того, чтобы приблизить свое желание к себе. И продолжай использовать те навыки и те принципы, по которым ты живешь. Те знания и тех людей, те ресурсы, которые уже у тебя есть. И тогда вот этот твой клад, твоя возможность, она неожиданным образом придет к тебе. И ты сам удивишься, насколько она откроет для тебя перспективы в светлое будущее. А мы переходим к львам. Львы – это возможность для вас. Король чаш. Король чаш говорит о том, что вот вам как раз необходимо преисполниться любовью, пониманием. Вы должны быть более мягки и обтекаемы. И нужно идти на пролом к своей цели. Нужно просто отпустить немножечко ситуацию и принять для себя решение, что все идет именно так, как вы запланировали. Даже если на первый взгляд это выглядит не так. Как только вы научитесь отпускать ситуацию и не тревожиться по пустякам, что что-то не получается, вы увидите, насколько лояльнее станет ваша жизнь, насколько проще будут решаться различные вопросы и насколько быстрее откроется возможность по достижению главной цели в вашей жизни. Проявляйте сочувствие, проявляйте внимание к окружающим, потому что именно от людей, которые вас любят и ценят, может прийти заветная помощь и поддержка. Девы – это подсказка для вас, для ваших возможностей. Семерка посохов. Вам нельзя стоять на месте. Вам нужно четко понимать, чего вы хотите, в какие сроки и отстаивать свои позиции. Конечно, может быть, вы будете воевать один за свою мечту, но при этом вы победите, потому что у вас есть навыки, опыт, есть ресурсы, которые позволят вам это. Поэтому ваша возможность заключается в том, чтобы четко отстаивать свои границы, свое мнение и понимать, что даже если вы в поле воин один, то победа в любом случае за вами, потому что у вас такое жгучее желание, которое сотрет все преграды. Но не останавливайтесь, продолжайте действовать и делайте хотя бы маленький шаг каждый день навстречу к своей мечте и к той цели, которую хотите достичь, и она вас найдет. А мы идем к весам. Весы. Ваша подсказка. Пятерка чаш. Пятерка чаш говорит о том, что ваша возможность заключается в вашей предприимчивости и в вашей хитрости. Вам необходимо четко понимать, что всегда есть шанс того, что вы достигнете желаемого. И никогда нельзя сдаваться на полпути. Если лиса хочет есть, она найдет курятник и точно украдет ту курицу, которая ее накормит. Так вот и вас не должно ничего останавливать. У вас есть цель, у вас есть мечта, и возможность придет, если вы будете думать как предприниматель. Вы будете искать все возможные пути и выходы и продумывать то, как вам достигнуть своей цели. Только в четких намерениях и в вашей хитрости, гибкости и какой-то изворотливости лежит ваша возможность. Проявите вот этот нестандартный ум, проявите нестандартный подход. Помните, как в сказке «Битый небитого везет», да? Лисица-то наелась в рыбке, хотя и даже не заморозила свой хвостик. Вот этот совет вам. Ваши возможности в вашем уме и таланте схитрить в какой-то момент. Не надо никого жестоко обманывать и не надо обходить закон. Но помните, что людям нравится, когда другой оппонент улыбается, когда он говорит приятные вещи, возможно, немножко польстить кому-то. И перед вами откроются все двери, и ваша цель будет в ваших лапках, в ваших зубах и в вашей жизни. Писы. Это подсказочка для вас. Смотрим. Умеренность. Ваша возможность лежит в том, когда вы всё приводите в баланс, когда вы чётко понимаете, что и ваши логические суждения, и то, как вы чувствуете это внутри, не противоречат друг другу. Когда вы спокойны и расслаблены, когда вы не напрягаетесь сами, не напрягаете Вселенную своими хочушками, когда вы понимаете, что время течёт так, как ему положено, вы не торопите события, вы сами никуда не торопитесь, и вы находитесь в таком умиротворяющем состоянии, только тогда в вашу жизнь приходит нужная возможность, встречаются нужные люди, и подстраиваются обстоятельства под то, как нужно вам. Поэтому будьте спокойны, будьте уверены, что всё идёт так, как надо. У Вселенной есть план на вашу счастливую жизнь, так доверьтесь ему, расслабьтесь и получайте удовольствие. А мы переходим к Скорпионам. Ваша возможность, она в эмоциях. Вы люди достаточно эмоциональные, но при этом не всегда можете показать это на поверхность, вы не всегда можете рассказать о своих чувствах и намерениях другим окружающим. Так вот, проявите больше любви и тепла к тем, от кого вы хотите добиться какой-то цели, решения вопроса, каких-то... Именно заключается всё в эмоциях. Будьте гибки, будьте благоразумны в плане того, что более открыты к людям и к миру. И только через теплоту души, через вот эту вот эмоциональную поддержку, помощь, на какую-то добрую реакцию к окружающим, к вам будут приходить возможности. И они будут настолько мягко входить в вашу жизнь, что вот это постоянное ощущение счастья, оно будет наполнять вас изнутри и тем больше дарить ещё больше возможностей и ещё больше приятных моментов. Так что наслаждайтесь жизнью, любите всё вокруг и не забывайте говорить тем, кто с вами рядом, что они вам дороги и вы цените их за внимание и поддержку. Стрельцы. Ваша подсказочка. Для стрельцов возможность лежит в нестандартных обстановках. Когда всё идёт не так, вы чётко понимаете, что вам нужно взять себя в руки и начать действовать. Вы люди скорости и реакции, и стрессовые ситуации вас не совсем напрягают, как остальных людей. Вы можете принимать решения быстро, спонтанно, моментально. И именно там заложены ваши возможности. Стресс придаёт вам какой-то оптимизм и возможность бороться за своё счастье и мечту. Для вас не бывает легко, но при этом вы развиваете свой креатив, вы можете, разрушив что-то, построить новое очень быстро. Поэтому пользуйтесь любыми ситуациями, которые вводят вас в какую-то нестандартную обстановку, и старайтесь включать креативное мышление для того, чтобы даже в разрушившихся останках найти что-то для себя хорошее. Воспользоваться тем, что осталось, построить новое. Ведь и на руинах можно построить замки. И это как раз про вас. Когда что-то рушится, начинайте радоваться и говорить о том, что да, сейчас наступает моё время, сейчас ко мне постучится, моя возможность, и мои мечты и планы как раз в этот момент начнут осуществляться. А мы переходим к козерогам. Козероги, у вас рыцарь Пентакли. Ваши возможности вам говорят, тише едешь, дальше будешь. Но не от того места, куда едешь, а просто планомерно и потихонечку. Вы хотите более стабильной и ровной жизни без различных потрясений, каких-то авралов, каких-то сверхзадач. Ваши возможности, они приходят, когда вам комфортно. Когда вы делаете обычные, рутинные дела. Когда у вас всё разложено по полочкам, вы понимаете, что шаг за шагом вы продвигаетесь к своей цели. Вот именно тогда Вселенная смотрит на вас и говорит, «Этот человек не сомневается во мне, надо ему помочь». И приходит как раз тот шанс, который вам так не хватает. И вы вроде бы занимались всё одним и тем же делом, всё было привычно, никакой спонтанности. И тут вдруг вы увидите какой-то шикарный результат. Поэтому успокойтесь, расслабьтесь, планируйте свои дела, делайте их монотонно и рутинно. И Вселенная видит, что вы заслужили ту возможность, которую так хотели. А у нас Водолеи. Водолеи – ваша возможность. Паш Пентакли. Ваша возможность – это новые действия. Когда вы смотрите на проблему по-новому, и что бы ни входило в вашу жизнь, ваша задача – встать в роль ученика. Не нужно строить из себя мудрого и опытного человека, а посмотрите на любой вопрос, на любую цель или на любую свою мечту, если вы ищете новые возможности пути решения, как ученик, как ребёнок, который смотрит на этот мир с открытыми глазами, удивлением и задаёт очень много вопросов. Почему? Как? Зачем? Вот именно в эти моменты к вам приходят те самые возможности, которые могут вас преподнести до того уровня, который вы желаете. Но если вы будете открыты к этому миру, если вы будете, как дитя, смотреть за большими глазами, большими ушами, с лучезарной улыбкой на этот мир и задавать много вопросов для того, чтобы получить свой заветный ответ. И у нас рыбки. Рыба, ваша подсказочка, мир. А для рыб у нас открыт мир. И поэтому ваши возможности, они действительно повсюду. Главное, не стоять на месте, главное исследовать этот мир. Чем больше вы ездите, путешествуете, впускайте в свой круг других людей, там и лежат все ваши возможности. Будьте более открыты к миру, интересуйтесь им, другим менталитетом, другими знаниями. Впускайте людей, которые приезжают, особенно издалека. Учите языки, поживите в разных городах. Чем больше вы будете передвигаться в ближайшее время, тем больше возможностей будет приходить в вашу жизнь. И они будут настолько фееричны, что даже мир может позавидовать и удивиться. Ну, а я с вами не прощаюсь, мы еще встретимся на недельных раскладах.